И в продолжение еще об одном участнике Великой Отечественной Жакан Сейсибаев на фронт отправился 17-летним юношей, а в этом году отмечает свое 99-летие. Он родился в селе Самен Алматинской области, вступил в армейские ряды в 42-м и уже через год отправился на войну. Был наводчиком секретного отдела. Жакан Ата, как его называют близкие, участвовал в трех войнах на фронте в Германии, Беларуси, Корее и Японии. Получил три серьезных ранения и сейчас имеет инвалидность. За свои заслуги перед Отечеством удостоен множество наград, в том числе за отвагу, за взятие Берлина и Кёнигсберга, ордена Великой Отечественной войны второй степени и других медалей. Жакан Сейсибаев поделился с нашей съемочной группой тем, как встретил победу, уничтожил 60 вражеских танков, а еще рассказал об ужасах войны, которые никому не желает пережить. Победу я встретил в Кёнигсберге. Услышав от командира новость, мы безмерно были рады и не поверили своему счастью. Все плакали и не могли сдержать слез. Ведь за эти годы мы все испытали ужасы войны, смерть товарищей, холод и зной. Пили иногда воду из ушей, грелись друг от друга. С батальоном мы уничтожили 60 вражеских танков, стояли у самой амбразуры. Это все прошло. Я счастлив, что мои дети, внуки и правнуки живут под мирным небом и не увидели этого ужаса. Пусть развиваются, учатся и радуются жизни. Тяжелым было и послевоенное время, вспоминает ветеран, и только присутствие рядом родных придавало сил молодому парню. Брался тогда за любую работу. Потом окончил бухгалтерский факультет политехнического колледжа в Алматы. Трудился по профессии. Прожил в браке 62 года. И сейчас он счастливый отташка девяти внуков и семнадцати правнуков. Его младшая дочь вспоминает, что их отец всегда был скромным. Настоящим мужчиной, на которого стоит равняться. Мы гордимся своим отцом. Он до сих пор в здравом уме. У него память сохранилась отлично. Но он всю жизнь, я настолько помню, ходил пешком. Потом он на лошади катался. До сих пор, например, сейчас он только, наверное, особо не ходит, но ходит. В деревне курил, выпускает. Потом он загоняет пять часов, как военный, например. Мы тоже. От него много надо учиться, например. Спасибо. 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 Спасибо.